Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, утро я решил поразвлечься. Развлечься тем, что я пошел купил два аддона по 20 долларов, а не каждый. К чему я пошел? Натраты в бесплатном блендере. Вот он, Hard Ops и Mox Scooter. Box Scooter это уже Hard Ops, я не понимаю, а вот Box Scooter, это уже понятно, что это резание боксами. То есть, эти аддоны, без них можно обойтись. Ну, если вы, скажем, работаете просто для души, для себя, так никуда не торопясь, и вам не 66, как мне, да? Целая вечность перед вами, то тогда вам и не нужно их. Все это можно сделать обычными средствами, булевыми операциями, там, резанием и так далее, ножами. Но эти два аддона, когда я посмотрел, они в разы увеличивают скорость создания модели. То есть, для меня важно, чтобы от моей идеи, время от идеи до исполнения было как можно короче, потому что идей дофига в голове, да? А выполнить все не получается, потому что, ну, скорость одна за одним, одна за одним, потихоньку идет. Ну, вот, поэтому я решился на эту покупку, тем более, что сток у меня нынче закупил пару моделей по очень дорогой цене. И я думаю, что это будет оправданное. Но, во всяком случае, мы сейчас с вами об этом поговорим. Такое вступление было небольшое. Начнем мы с того, что я покажу. Так, edit, preference. И вот у нас здесь находим hardcups. Открываем его. Видим здесь кучу всего, но нас интересует вот это, кеймап. Вот здесь мы видим, как можно открывать это mindp, то есть круговое такое меню. Это просто меню. Да, и так далее. То есть, если вы что-то забудете, то здесь можно спокойно вот это найти и использовать. Мне hard как бы не очень нравится. Вот так, секундочку. Как там было? Еще раз. Вот так, так, так. Ну, какой еще reference. То есть, вот это вот shift. Q. Shift, Q. Получаем вот такое меню. Но я к нему как бы не очень привык. Оно может быть удобно. Не знаю. Мне больше нравится другое. Допустим, просто Q. Q. Вот. Такое мне больше нравится. Я вам скажу, что в основном работать мы будем в объектном моде. И он рассчитан на этот, на так, вот этот вот Bevel. То есть, Bevel есть и так далее. Но сначала нам надо как бы разобраться с тем, как с этим работать. То есть, мы посмотрели, что мы вызываем. Здесь всякие есть штуки-дрюки. Ну, надо иметь выделенную часть, правильно? Только тогда появляется нормальное меню. Здесь модификаторы. Можно прям напрямую использовать. Накидывать на нашу модель и так далее. Вот, видите. Может двигаться. Так, и создавать такой сразу же Bevel. Не надо никуда ходить. Отлично открыл. Взял. Здесь и камеры есть. Setting. Собиди. Ну, в общем, все нужные модификаторы здесь. И мир стоит. Да? Все есть. Важно научиться с этим работать. Давайте не будем проходить все меню. Будем постепенно одно за одним движением делать. Хорошо? А то и я запутаюсь, и вы запутаетесь. То есть, с кубиком множество можно делать. Но что делать, если у нас не кубик, скажем так, а... Плайн. Может ли он превратить его в кубик? Если мы сейчас двинем по всей игре, да? Вот сюда. То есть, не заходя сюда, ясно, если мы выйдем, зайдем и скажем, что Е, поднимем без проблем. А вот здесь, вид, мод. То есть, тут у него тоже есть такая функция. Вот она. Солидная, да? И, пожалуйста. Можем уменьшать, увеличивать, как хотите. То есть, создать очередную пулуку. И Bevel. То же самое. Это пока все, что я умею. Интересно, да? Так, хорошо. Смотрим дальше, что он еще умеет. Так, это удалим. Разно. Так, еще одна интересная штука. Если мы здесь не включаем, не выбираем, да? Но все равно можно копировать объект, да? Дубликата здесь. Ну, снэп и так далее. То есть, если мы возьмем Alt-V, то появится еще замечательный viewport. То есть, мы можем здесь убирать. То есть, не надо вот сюда еще дополнительно ходить. Единственное, что мне не нравится, что при Waveframe оно все исчезает. Интересно, в GeekMode. Все мы выделим. В GeekMode. Мы видим, что вот это синяя, это и есть наши грани, по которым... Alt-Ups соображает те, что он делать будет. Да? И вот. То есть, это здорово. Так, что еще? Ну, кстати, здесь тоже приходится отключать, включать. Так, если еще раз. А, у нас здесь есть, да? Alt-Full здесь есть. То есть, мы Waveframe уберем. Ну, все. Вот, не видим никаких лайфреймов. То есть, мы не видим полигоны. Ну, это классно. То есть, интересно придумано. А черный свет такое, я даже не знаю. Как видите, это... Вот. Когда... Хорошо освещаются грани. Мне тоже нравится это. И еще мы можем цвет поменять. Допустим, вот синевато, мне нравится. Вот. То есть, это как бы получается программа в программе. Рассчитано конкретно под блендер, заточено. Отлично. Так. Так. Так, очень интересно работает здесь Q. Рэй. То есть, мы выдвигаем тут. Х, допустим, у нас, да, стоит. Можем уже поменять. Рэй. А, тут еще и симметрия есть. Нам нужна. Так. Есть и тут подсказки. Ctrl X. Это будут эти... Смена... Ну-ка, Ctrl X. Ctrl X. Видите, меняется то, что нужно от X. А я скажу Z. И вот он сейчас начал по Z, да? И тогда можно тогда ее... Если... Так. Если она у нас... Если мы выбрали Q. Рэй. И выдвинули. То при этом колесиком мы можем сразу интерактивно все делать. Смотрите, как интересно. Не надо ничего там настраивать. Вот. Взяли колесико, сделали сколько нам надо. Да и все. Это очень удобно и очень быстро. Угу. А здесь в менюшке можно... Так, здесь 2D. Что еще можно сделать? Если лиц нажать, вернулись и по другой оси пошли. Вернулись, по другой оси пошли. Ой, сколько было. Очень интересная штука. Работает великолепно. Все. Отлично. Смотрим, что еще у нас есть. Так, ну что еще принадлежит к обзору? То же самое меню. Если мы выделим, скажем, меню. Здесь есть Mesh Tools. То есть, вот этот делит просто нам. Это то же самое Ctrl-R. Так, и здесь ставим на сегменты. Сколько сегментов? Один, два, три, четыре. Допустим, два, три, четыре. В четыре раза, да? Три. Так, что еще? Меняем пока. Так, это замена Ctrl-R, да? Так, смотрим еще, что есть. Вот здесь очень интересно. Я тут немножко поигрался, да? Mesh Tools. Очень интересно. Вот он работает, будто Tapper. О! Вот он делает такую пирамидку. Назад. Очень интересный инструмент. Так. Потом здесь Twist. Ну, это, я думаю, раскручивание. Auto Unwrap. Вот это замечательно. Автоматически себя включил. Ну, вот он разложил. Да? Чудно. Разложил. Так. Что еще? Может быть, тут Курвы Экстракт. О! Как она интересно может заэкстрактиться. Ну, вот так вот. Пересекаем. Пожалуйста, вот вам окошко там усилилось. Да, видите, как все быстро, без всяких этих лазиней по меню и так далее. То есть, можно вообще работать в системе, когда меню нету. Я забыл, как он включается. Этот ли-аут, когда вообще ничего нет. Только кнопки. но это надо научиться с кнопками работать. Я думаю, что это потом придет. Так. Ну, что еще там посмотреть? Что еще есть? Выделим. Так. Это фавориты, объекты. с этим надо разбираться. evilcraft. Ну, это то, что у меня там есть. Компоненты, да? Объекты. 6, smooth. Это файлы. То есть, тут, я говорю, можно вообще все отключить, оставить один экран и в экране работать. Ну, не знаю, такому как удобно. Мне не очень. Есть, конечно, и последнее. Это сеттинг. Здесь можно выбирать различные. Возможно, вот wireframe отключу и все они будут wireframe. Можно здесь это сделать. Конечно. Так. Ну, с этим ковыряться, когда ты еще обычных не знаешь, я думаю, что это лишнее. То есть, вот такой обзорчик. Мы этот видим, что довольно-таки удобно, довольно-таки быстро. Ну, и следующее в другом видео. Тихо.